Здравствуйте! Ура! Спасибо, дорогие! Семья наша! Динамо! А вы читали программу? А вы слышали историю с Ксюхой Парубиц? Не прочитать! Ты хочешь интервью дать? Нет, мы разговариваем мы в Калининграде сыграли игру и она также пришла в медиазону. А я ее достаю, типа, из серии. Ксю, Ксю, ну как? Ну как тебе моя вторая партия? Она говорит, а ты что, играла? Она хорошо ответила. Как ты спросила, так она ответила. Она говорит, давай, молодец. Музыка 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 Я считаю, что матч получился интересный для зрителей. К сожалению, для нашей команды это отрицательный результат. Мы проиграли, упустили возможность первой партии выиграть ее. Мы играли хорошо в первой партии, но в концовке немножко себя расслабили, видимо, и уступили в упорной борьбе 27-29. В общем-то, по матчу, я скажу, интересный матч. Есть над чем работать, что мы сделаем в дальнейшем. Достаточно, так скажу, нервные немножко начали, потом вроде бы выровняли игру. Повели, но даже в каких-то моментах чуть-чуть нам не хватило, не забивали. Или допускали невынужденные ошибки, такие как неподача. Потом это, в принципе, повторялось в других партиях, которые партию мы тоже могли брать, мы вели ее. Но, к сожалению, сами свои преимущества мы упустили. И я считаю, что это основной показатель, что в концовке мы не справились, не смогли добить и завершить сами партию. Слушайте, вот каждый раз, каждый раз ты такой смотришь и думаешь, блин, да что мы эту Уралочку, да возьмем и выиграем. И каждый раз они, я вот давала интервью до, каждый раз они доказывают, показывают, что они могут любым составом, новичками, старичками, я не знаю, ну просто молодцы. Я вот, правда, преклоняюсь перед ними, молодцы. Николай Васильевич каждый год их выводит в медали, это уже закономерность. И поэтому на Уралочку ты всегда настраиваешься максимально собрано, потому что, как бы ни менялись люди, игра остается, она все равно использует только самые сильные стороны своих нападающих, там, своих скоростей, и это всегда доставляет проблемы. Видимо, девочки все-таки распереживали, что и упустили первую партию, и себя не смогли настроить на дальнейшую борьбу в последней партии. Может быть, немножко и подустали. Поэтому, ну ничего, главное, что просматривается хорошая игра, моментами. Немножко упустили в четвертой партии в приеме, но отступили, поэтому тоже было сложно играть на простой игре. Сделали акцент на то, что надо, нужно перед центральным игрок добавить игру первым темпом, и третья партия, когда заработал первый темп, стала посвободнее за Лукьянова, и тут она разгулялась. Ну, с самого начала немножко, да, прям сразу просели мы в начале партии, и уже пошел отрыв-отрыв, и уже было тяжело набирать потом, конечно. Ну, Суворов и Лазаренко чуть разного плана игроки, поэтому так вышла Наталья, и, в принципе, то, что ее требовалось, она сделала. И Ангелина у нас попробовала другую позицию на будущее. Будем готовиться. Действительно, три подряд матча тяжело будет и физически, и морально. Я уверена, что третийский штаб нас хорошо подготовит, выйдем, сделаем все, что сможем, дадим бой, как и в Калининграде. Я считаю, что все хорошо у нас, все идет своим чередом. Да, у нас ушло, многие игроки ушли у нас, и сейчас у нас мы сыгрываемся, приехали две девочки из Кубы у нас, мы тоже сейчас начинаем работать с ними, и ничего страшного, у нас все впереди, мы еще покажем свое. Окей.